Зазорчик говорит салам алейкум. Я перекупом реально стал. Нифига себе, ты раскрыл секрет. Короче, он все на Японию скидывает, да? Да, все японцы виноваты. Хабиби, яла. Здрасьте, наша сегодняшняя задача наконец-таки мы выбрались, вы их нормальные люди, прокатиться по автосалонам Дубая. Но мы не будем делать, как все. Мы не перейдем в First Motors и не спозируем около Bugatti Chiron и скажем, о май гад, посмотрите, эта машина стоит 35 миллиардов долларов, здесь 27 тысяч таких машин. Нет. Короче, у нас есть прокат, ссылка в описании, у нас много уже там всяких автомобилей интересных, дорогих, крутых там, таких как нужно, в принципе, в Дубае иметь. Мы же Брукландс, мы любим тачки, поэтому сегодня мы поедем по салонам, которые продают машины чуть-чуть более старенькие, чем вы ожидаете. Нам нужно связать, короче, во-первых, нашу московскую историю, янтаймерную, с местной историей, что здесь у нас новые только тачки, а там у нас только старые. И мы подумали, ну, точнее, Виталик предложил такую идею, говорит, а что, типа, почему нам здесь не купить какой-нибудь классный, янтаймер, да? То я была идея. Ну да, типа, ломаем дубайские стереотипы, что-то такое вот теплое, душевное, культовое, на котором не у всех есть возможность где-то покататься. Вот. В общем, едем сегодня мы искать ретро-кары. У нас сосной убор, естественно, на компанию Мурсанбургетер, молоток. Янтаймер дэй, бай, дубай, поехали. Ну все, все, пошел, пошел. О, смотри, в ВМГ стоит купе, сюда четвертый. Ну, вероятно, это Хаммер, конечно. Хаммер, что значит? Хаммер, значит, цветок из долларов. Я фой. Не, я думаю, что это... Не, ну я думаю, что это просто ВМГ. Я не думал, что это Хаммер спилитовый. Слушай, ну, крылья жирные. Да, на расширение немножко. Красивое. А он стоит в Е60-то. А расскажи про отличие версии Е60 от обычного Е500 Волчок. Торно, 6 литров и 5 литров. А еще, смотри, в Е60 вот такая штука есть. Это что такое? Это кто-то телек поставил, я не знаю, что это. Это тюнинг. Видел тут телевизор стоит? Это чисто, как бы, вот, как сейчас люди Android ставят. Примерно то же самое только в 2000-е годы было. Сейчас 382 силы. А вообще 326. Виды 320. То есть, отреста и дореста. Ну вот, был он, получается, чуть-чуть мощнее и два раза дорога сменилось. Ничего себе. Да. А это вот это вот EVO 2, да? Видимо, да. Чисто 500 машин же всего. Мотор 2,5 литра. Они, кстати, очень сильно ценятся. Но 100 без аукционик, где я был, его за 250 тысяч долларов продали с пробегом 100 тысяч. Ничего себе. Да. Хотя это C по сути. Короче, такой C63 на минималках. Блин, атмосферные. Вот эти дубайские места. Желтые, без крыши. Воздух у него тут выведен, чтобы купаться можно было на сетках. Прикольно смотрится. Здесь, помимо, кафе, собственно, с выставкой, еще, собственно, мастерская. Сейчас пойдем смотреть. Там есть несколько вариантов машин, которые нас могут заинтересовать от уважаемого господина, который предлагает купить купе AMG с мотором 3.4 за полмиллиона долларов. Что повергло на меня как бы в шок. Я понимаю, Хаммер за 700-800 тысяч, но это, например, мотор хотя бы от пресс-класса. А здесь около стоковая история. Походу, рождение Янгтаймер происходит. Ну, я стал из желтых же. Получается дорис, по идее, но уже другие поворотники. Диски стоят от 210-го, по-моему. Что-то, короче, вот сборная такая солянка. Ну, я не знаю, если я когда-нибудь вижу волчок с 9 тысяч, я точно пойму это, потому что он будет новый, как-то. Даже собираясь дерево притрестая выбивать, чтобы трещин не было, но лайки. Ну да, да. Окей, я понимаю. В двух словах скажи, что тебя в нем смущает. Похоже на машину баджа тоже, да? Которую просто купили на аукционе, там, типа, за 24 баксов. Привезли сюда, губы накрасили, там, мотор помыли, там, депельник. Все, и, пожалуйста, вот тебе. Да-да-да. Сюда, посмотри сюда. Знаешь, это не похоже, как бы, на какой-то идеальный сахран. Если ты тогда вот подожди прощайся, то поможешь нам купить, знаешь, там, типа, в засадку. Абиби всем. Ну да. Абиби! Согласен. Почему это? Почему это? Почему это? Почему это? Почему это? Ну, это браво с выклапа, да? Это браво с витлап, да? Ну, ты не можешь шспаться. Согласен. Это браво с выклап, да? Ну, типа, это сделано под браво с выклап, я не знаю, это браво с выклап или... Ну, типа, или просто, типа, браво с выклап? А-ля Брабу стилю, непонятно. Это рыбая металла. Уставшие, поворотники максимально уставшие. Как и эти дворники, которые для фары. Видишь, с этой стороны все державые. Только покрасили два сквола. А что это такое? А это аэродинамика? Актив аэродинамика. Это DRS, правда. А, не хватает. Не просняю. Я сейчас фотки отправил, товарищи. Бывалый волк. Они дома уже почистили все. Здесь ты смотришь, такое ощущение, что прям... Новое, да. Поэтому так уверенно я ее поднимал. Что это выклал? Вот смотри, сварен, но это точно не Брабус, мне кажется. Ха. Да. Да. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Копия. Да, это копия Брабус. Да. Изолента? Что это? Я не знаю. Это какое-то электрическое. Какое-то электрическое. Может быть. Да. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Какое-то есть. Короче, он все на Японию скидывает, да? Да, да. Все японцы виноваты. Вот смотри. А эта еще дырка. А, японская. Японцы виноваты. Хм. Слушай, ну а нет ощущения, что все машины будут такие? Ну, мы вот когда просто первую смотрим, на самом деле, я вот честно не могу сейчас сказать, что это, типа, ужасно или это, типа, нормально, да? Например, в России машина документная, да? Легитимная. На сто процентов точно бы эти деньги стоила. 50 тысяч долларов за такого волка бы отдали, а это все, типа, поправили бы убрали, да? Вот. Но это в России. Отсюда мы, конечно, отступаем. Вот такое, видите, место интересное. Казалось, кафе, стильные тачки стоят, а по факту здесь целый какой-то реставрационный завод получается. Знаешь, чего мне не нравится? Мне не нравится, когда человек, я не понимаю, что он делает. То есть, он, типа, говорит, у меня 50 машин в коллекции. Ну да. Но при этом он нам пытается впарить японского волчка с оценкой 3.5 на аукционе. То есть, я не понимаю, что, типа, ты, типа, ты, типа, человек, у которого, там, 50 машин, там, средней ценой 100 тысяч баксов, ты обеспеченный, такой крутой весь. Или, блин, или, блин, подожди, или ты, как бы, какие-то там старые ведра, условно, да, вот, восстанавливаешь. И когда, как бы, я говорю, вот есть косяк, вот косяк, он говорит, о, это Japan, это Japan. Да, да, да. Камон, блин. Ты, либо, ты делаешь машину, то это твоя история. Скажи, не успели доделать, покажем позже, окей. Зачем, как бы, пытаться впарить какой-то полуфабрикат? Харен поймешь. Ладно, едем дальше, идем дальше. У нас впереди еще пара салонов. Приехали. Бент-э-ли. То есть, видишь, не Бент-ли, а Бент-э-ли-моторс. Вая, вот оно. Эй. Олдскулом запахло. Это тигр. Как там? Олдскул и свело. Да, да, да. Бабушкин? Бабушкин кому? Бабушкин Бьюик. О, кстати. Два счета объедет эту рухлить. О, понтяк. Гелик. Это гелик, который просто трехдвер, который, мне кажется, отрезали. Пикап сделали, да? Да, отрезали просто кузов, часть кузова. Оп, детейлинг. Детейлинг. Камер. Куда же без камеры? О, это оно? Это E60. Реально? Ну, это то, что вы в интернете видели, да, это E60. Со спойлером, мощнейшим. Вышли. AMG Japan. Сейчас мы, в принципе, за ним и переехали. Смотрите, вам. Кайф, кайф. Смотри. А тебе нравится, когда листва в цвет кузова? Ну, на рестайлинге она в цвет кузова. А, так и должно быть. Все, понял. Ну, судя по ним. Да, елочки. Итак, сейчас, профессор Илья Волкович. Обратите внимание на тонировку. Выполнена в низком качестве. Это говорит о том, что этот E60 AMG, который на аукционах торгуется в районе 200 тысяч долларов, скорее всего, продается намного дешевле. Также прошу обратить внимание, это чуем-крешение от AMG Japan, о чем свидетельствует надпись на заднем стекле. Также следует отметить неоригинальный... Почему? Да и не спойлер. А, докажи. Да. По факту. Понял. Понятно. По факту. В целом... Зазорчик? Зазорчик говорит салам алейкум вам. Можно не спрашивать за него было. Ну, Japan, братан, Japan. Это на самом деле ужасно, потому что E60 AMG реально очень редкая машина. Их там несколько сотен, несколько сотен штук взял. О-о-о, брат, Black Series на районе. О-о-о. Блин, как тут все в одном месте может быть? Здорово. Какие-то там балеты FMV? Black Series, E60 замученный какой-то. E30 и 575, да? Ну, это M3. С пардул. С бежевым пардул. А это еще... А знаешь, что из машины вообще? Блин, ну в детстве у меня была такая. Это Плимут с Плауэллером. Вот так я в детстве и говорил. Как ты его с Роскомаркой. А вот еще один. Дожди, да. Оилчок на EV10 не лимит. Мог быть лимит на не лимит. Ну, хороший, нет? Слушай, ну... Судя по тому, что тут на улице стоит здесь, как будто бы он лучше. Ценится лучше. Смотри, салон вообще свежий. Ну да. E500. Эти два машина, ты говоришь, они из Запада. Да. Эти для немецких. Эти для немецких. Эти для немецких. Эти для этого машина, да? Эти для холос. Эти для холос. А, ты это продал? Да, да. А, Рейнесс. Вау. Опоздали. Эти для 400, да? 485. Все, я 60 минус. Смотри, мне ты кого-то теперь указка. Она уже чья-то, да. Сколько? 150 тысяч долларов, да? Примерно. Нет, чуть меньше. Нет, чуть меньше. Но это хоть и хороший отца. Но, правда, вопрос состояния. Угу. А, this is how much you buy it? 25. Это 225. Это получается на 25 тысяч дороже, чем там. Прикольно, что цвет, как в фильме такси. Да, но это видишь, это рестайлинг. Да. Она вот, видишь, по хрому. Она вот в неплохом, да, состоянии. То есть здесь ни за черта ничего. Да. Ну, я не думаю, что 95 тысяч коллегами. Ну, не особо верится. Сейчас посмотрим. Некрашенное крыло на волчке. Перекупки. Такой, сделанная а-ля машина. Продавалась в начале 2000-х. Типа сделана под, ну, такие, машины сороковых годов, мне кажется. Ммм. Хорошо. Задние крылья и право. Левая и задняя дверь. И вот этот. 200-220. Ну, то есть косметика вообще. А все остальное роднее? Крышка роднее. А проем ты посмотрел? Косметика. Надо посмотреть проем. А то, может, какой-нибудь сюрприз сейчас будет. Может быть, просто все остальные части меняют. Может быть, сейчас будет следственный эксперимент. Чувствую себя перекупом каким-то. В смысле, ты есть теперь перекуп? Ну, ну, нет. О, блин. Чудо. Ну, кстати, лучше выглядит. Это океист аккумулятор, на самом деле. Ну, а нет ощущения, что все машины будут такие. Ну, блин, сколько ей лет? Какого она года? Начало 90-х? Я думаю, что это 94-й, 95-й. О, смотри, запчасти. Но зато здесь, смотри, все в идеале, да, как бы. Вот эта ниша колеса в идеале. Вот мне вот это не нравится. Знаешь, какие-то окести прям. Ну, это красили плохо. Ну, почему? Это же не красили. Не, а почему здесь не хватает? Как будто бы... Значит, здесь тоже красили? Да-да-да. А ты покрашиваешь. В проклёвке точно нет? Потому что, по идее, если здесь крашено, значит, как бы деформация была. Блин, ну, судя, либо здесь просто отошло из-за этого. Ну-ка, так написано, что у нас тут. Дядь, привет. Здорово. Все нормально. Работает. О-о-о-о. Это в подарок при покупке дается. Стилек. Ну, вообще, вот по столу, вот пассажирское сидение, прям вообще фрэш, короче. Вот. Ну, так вот все работает, не заедает, как бы. Таких, знаешь, детских болячек нету. Верен закрывается. Ну, да. Ну, вот у меня вот на моем волочке даже, мне кажется, чуть хуже закрываются. Ну, видишь? Да, здесь есть, допустим, скол, как бы, да? Есть царапинка. Но клипсы не сломаны сама по себе. Ну, что? Это электрошторка? Конечно. Вообще кайф. Дядь, ты с теми BMW, конечно, чё? Да блин, да я не с BMW. Я вот с Ferrari. Аааа. Ладно, открывай копок. Видно, что не готовили машину. Вот. Ну, есть моменты, но вот, как бы, знаешь, вопрос, что лучше выглядит вот эта машина, как бы, неподготовленная. Или так, вот, которая, наоборот, подготовленная, это лучше. Ну, да. Родные, оригиналы. Фары, оригиналы. Только обрати внимание, что, видишь, внутри. Фар, песок. Ага. Надо разбирать, чистить. Цена не герметичная. Не, ну, что-то ж надо с ней поделать. Пробил винномер. Значит, этот рестайлинг, на самом деле. Видишь, 500Е написано. Переодетая, да? Ну, да, да. То есть, в идеале, как бы, ее профессор Илья Волкович, в идеале, обратно, рожи, поворотники поставить, Илья Волкович. Илья Волкович. Вот, ну, в целом, вариант неплохой. Мне он понравился больше, чем то, что мы видели. Я думаю, что здесь вряд ли получится сильно поторговаться. Особенно по всему. Вот. Но... Вот в той машине, которую мы сняли первой, наверное, получится поторговаться посильнее. Потому что, я думаю, там, чел сам понимает, что у него, как бы, не фреш тачка. Ну, да, да. Есть за что зацепиться. Я не могу говорить чайно. Серьезно? То где это по-китайски? Где ты от? Я от Ньяма. Непал? Ньяма. Ньяма? Ньяма. А, Ньяма. Мы можем посмотреть. Ты это старый Мерседес? Масери? Мерседес. Да. Мы есть. Пол Дуан. А, вот это что? А, вот это что? Я говорю, вот вариант. GT 86 там, да? RX... RX-8. Да. И просто... Сэйлэш 63 и шутинг бурей. Че он здесь забыл вообще? Не знаю. Where is from? Воттуда он просто оказался здесь, не знаю. 65 пробег, 13 год. Да не, это жесткий неликвид. Ну, надо спасти, это Мерседес. Видишь, он здесь... Вот ты говоришь, жесткий неликвид, он здесь как бы и оказался между... RX-8. Ну да. How much this one? It says it's 95. 95? Это же 95. Это сколько получается? 95 дирхан? Вообще. 2 миллиона рублей за целый шутинг брейк. Вообще нормальный. Ликвид, братан, берем. This is in Japan? Yes, I can do. Прикольно. Вау. Здесь такой салон, в котором, знаешь, вот реально каждый миллиметр пространства был подсчет. Я просто даже не знаю, как туда пройти. О, боже. Вот это вообще прикол, ты понял? Да, да, да. Типа полоска как на Rolls Royce, на Genesis. Очень странный здесь набор автомобилей. Смотри, стоит глюнса. Стоит Genesis с полоской золотой от Rolls. Стоит какие-то Toyota. Я не знаю, как они называются. Да, но это типа крутые Toyota. Но набор, как бы, в основе здесь очень такой специфический, да? Да. Ну, кстати, на этой площади можно просто Celeste сейчас вообще оторвать дешево. Но только он видишь, он не подойдет нам. Знаешь, почему? Почему? Потому что не подойдет в прокат. Он для проката слишком, он уже старый, но он не слишком старый, чтобы куда идти. Очень сильно, конечно. Слушай, как я соскучился по Мерседесу. Блин. Не, ну, слушай, постоянно ключ в чехле. А зачем тебе ключ? Сего заводить будешь? Конечно. Моя... На самом деле я по звуку заскучился. Какой он бархатный. На пневме, да? Дядь, у меня хобби во всех машинах, короче. Я прикинь, я прихожу, смотрю машину, открываю люк и ухожу. Они скажут, что какой-то, типа, бешеный чувак ходит по всем. Все тачки смотрят, открывают люки и уходят. Нам нужно, чтобы найти, наказать. Брат, если сейчас призову, короче, нам просто как тресер вверх. Брат, он с фаркопом. Фаркоп. Какой-то подходит. А, что мы просто в океане? В океане, короче, на каком-то острове. Здесь сенсор не работал. Блин, но он прикольный вообще. Мне кажется, судил по гладкости руля. Посмотри, какой руль просто. Сколько пробег? Можешь его отправить? Блин. Я перекупом реально стал. Реально? Соразили меня. Уже думаю, там отправить в Россию. Братите внимание, что люк оставил. Ну ты вообще, конечно, хулиган. Я балдею. Бам-бам. За 70 не отдаются. Дядь, ну это... Значок украли. Подожди, ну это не АМГ как бы. Получается. Ты думаешь? Да, ну... Подожди, ну если... Это не АМГ, это машина. Здесь мотор V8, это 500-ый. Или 550-ый. Это не АМГ. Здесь надо АМГ. О-о-о. Нифига себе, ты раскрыл секрет. ЦЛС 63. Блин, вот урога. Я что-то не обратил внимание, смотри. Всё, 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 учесало. Нас раскрыли! Сваливаем! Кстати, а я знаешь, что обратил сразу внимание? Что у неё тормоза маленькие. Маленькие. Ну да. А вот этот, ты слышишь, как у тебя звук? Капот. Слышишь? Это её, когда привезли в порт, такой же звук был. Подожди. Ну да, у неё и селектора нет по центру. Алё, как ты не заметил? АМГ-шный селектор же. А ты тут кайфанул то, что под рулём, да? Ты ж любишь это, чтобы под рулём было. Вот ты и не заметил. А там же кубик должен быть. Прикинь, вы реально ещё нам не впарили. А прикинь, я бы 70 сказал, а ты бы уже капот не открывал. Я бы уже кэшбар. Закинул бы всё тут. Нифига себе, реально, на шильдиках, на выхлопе. Слушай, ну а вообще ЦЛС были универсал 63? Конечно. Да? Мне кажется, да. А то, может, и нет. Нет, были, были. Офига себе, блин, сюжетика поймали тут. Сюжетика поймали. А теперь у нас что, гиперкары? Да, мы решили, знаешь, не размениваться уже больше. Всё-таки принять дубайские вот эти, да, моменты по суперкарам? Да, да или нет. Ааа. Кстати, мы знаешь, что ещё обязательно путаем? Посмотри вот на это. Видите? Да. Это Volkswagen, электрический, китайский. Судя по этим вот надо. В смысле, а есть не китайский? Ну, немецкий и Volkswagen. Ну, а это разные машины? Именно электрички делают для китайского рынка. И в Китае они стоят просто недорого и прикольно. А вот смотри, это AD6, это AD4. Совершенно верно. Ну, вот я хочу AD6 купить, потому что он такой, ну, достаточно большой. В прокат, правильно? Ну, да. Или так надоели все? Слушай, я думаю, все взяли KTSLS и все эти надоели. Хочу себе просто простым китайским. Вообще, кстати, напишите в комментариях, какие на машина ещё не прокат, а куда? Да. Потому что не старый, например, да? Может, конкурс сделаем? Какой пристав будет? Вот этот Lancer Revolution или 20 тысяч рублей? Нет, давай вот этот Ягуар. Ты знаешь, что это вообще? Нет. Project 8. Слишком много в топе. Ладно. Короче, напишите, пожалуйста, в комментариях ответ на два вопроса. Первый. Какую нам купить машину самую интересную для проката из машины нового и из машины старых? Вот два вопроса. Чей комментарий получит больше лайков, получит 20 тысяч рублей. Фикрайся. Да. Пацаны, я напишу комментарий. Лайкать. Да ты не участвуешь. Ладно, я не участвую, но всё равно лайкать. Стоит, из рынка в рынок катаемся. Слушай, это рынок уже на минималках такой, видишь, тут он не роскошный вообще. Мишка шпили. А, да, да. Ага. Ой, я чувствую здесь запах на японскими аукционами. Ага. 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 Понятно. А там вот Мерси типа старые? Что впереди? По крышке? Мерси под крышей, конечно. Конечно, Мерси под крышей, конечно. Мерси под крышей, конечно. Как обычно. Так, ну, настолько я ещё... Вот этот Милаш, конечно, снизится сразу. не вот такой еще не только чуть сон на такой милаш чисто такой подуставший сузуки джима не это какой-то уазик просто меньше на полтора вау вот это янгтаймер porsche club зашел 944 а он смотри за 3 даже 2 даже 3 интересно эти машины какая им крышка я бы взял честно говоря это для нас брат зато в родне слушай но это надо ребятам я думаю сейчас отправлю запчасти не но это japan интересно он тоже 2 миллиона 100 я думаю что он 2 миллиона стоил клин вот неужели кто-то вот это вот купит она же тут все изгниет в это вообще походу он уже в спайдер превратился это труп конечно как может быть роз не за 1000 долларов только мне кажется талон жесть конечно у него весь лак уже отвалился прикольно что он деревьев деревянный да да вообще здесь конечно машина так и пахнет кстати все время стоил там пару соток долларов просто это вообще судьба до тяжелая жизнь машины судьба машины то есть одно дело ты понимаешь что ты машина которая дерьмо с завода и ты по жизни дерьмо тут он типа вообще не ожидал что он так он думал блин я может янгтаймер какую-нибудь коллекцию попаду я тут он каприк или нет а как у него просто снимается до жесткая крыша снимается там как бы вот до этой крыши будет мягкая а вот жир наш жирный пассажир все как надо все просто японские это тюнинг без бомбы вообще это бомба а как тебе вот этот воронглаз я думаю что без воронглаза это это не 225 сарай старая это прикольно ржав ну братан да вот это конечно если вот этого смотрели и были японцы на максималках это японцы берем на минимал стенд спрей готовы получать подключить из кипотин стримые поставки сразу на фестиваль можно и отсюда причем вот что это что с капотом я думаю что это выцвел реально это от солнца может быть он здесь стоит несколько лет на самом деле поймем по-любому не скале здесь здесь как будто знаешь такое ощущение как будто бы сюда какие-то кошки смотри прям все расцарапанный от чего это не прям вишку притом только по верху да нет нам здесь лишь машин все таки желтыми этими выгоревшим пластиком фарку просто чё на азетах смотри кошер на лучшее объяснение видимо в тени будут варианты какие-то получше начались но победим это современную сне волчка на целый ровс по цене волчка ты думаешь я думаю что он дешевле волчка ставлю что там тысяч за 20 долларов отбудут выше он не в идеале далеко смотри здесь видишь самое древнее что есть это получается в итоге 140 и различные варианты и 210 211 есть цельки 1009 тут салон же таких фрэш фрэш авто много о боже это turbo с просто если видишь 9 и титул без искать так это рестайлинг да ты их не было рестайлинг как не было просто 9 и титул без был сделан очень мало нескольких софт нет подождите 9 9 это это разрыв а трубе с это просто бомб это просто пушка все салоны такого никогда не видел такой приятный такой ну не нет такой наш тип бмв был на maritime edition был такой индивидуал салон такой такой горчично-бежевый да потом смотри у него шкалы красные у обычного слэра синие и еще красная прострочка и ремешки красные вообще прям я думаю что он стоит конь конечно how much does it cost 5.5 million dollars probably the most expensive салон дорогой слэр в мире стоит полтора миллиона долларов но для слэр обычно это же не 722 it's not 722 722 это лимитка в 822 то есть и 100 кризис и еще 10 были это мартин лагонда а лагонда и жули лагон на самом деле выглядит просто такой самый необычный стиль марсин которые когда-либо видел то есть это вот это вам начать этого мне рапит который skoda можно вопросы из это из фанатов формулы-1 можешь у нее узнать вот этот вот цвет разрешен был владельцем тех кто заказал себе project one project one это раскраска фирменная на gtr она доступна если project one заказал и ты можешь заказать gtr в этом цвете подожди то есть сейчас я могу его купить здесь да ты можешь сейчас его купить 2 миллиона 75 тысяч 750 тысяч например на сколько ну 1700 долларов без project one да у тебя не было project one это мог пойти ну типа у дилеров все время заказать просто обычный и обычный black series бы тебе обошелся там порядком полмиллиона он стоил то есть 200 тысяч где-то разница сейчас только из-за того что он лимитный но это кстати небольшая премия к рынку так тебе скажу а чё хватит призывай пластом но это же полу амг да насколько я знаю тормоз с но на очень красивая конечно очень красиво мне кажется это типа вот надо чтобы время прошло лет пять десять чтобы кто по машину подойти к этому для меня это сейчас просто куда-то от облег то снова вот и зеркала это просто но за них просто нашли те научит одно зеркало себе купить просто нет нормально из интересных машин я вижу здесь делили турбос естественно а как ты понял что это турбос по суппортам белые машины самые красивые но это плюс классика белая машина красном салоне чё будем спрашивать цену я думаю что тысяч пятьсот долларов сейчас скажете да скажет 2 миллиона даму сори вот везде поиска 10 процентов точно на торт подожди два с половиной миллиона дирхам 2300 по 300 то есть это почти 50 миллионов рублей что-то кто ну этот турбос не так и стоит я понял что пусть то есть обычный турбон он бы стоил бы 1200 а я бы коррежь пилот сто процент сто процент она стоит дороге они три блин вот это спорт спорт классе а мы это актуально и можно купить на сайте нет мнения ты его не полу элементированный а да это я знаю машин по массе магазин до 100 миллионов пипец поинт какие-то офигеть что что за им 3 а это его она знаешь сколько стоит да так это знаешь сколько там к передач блин девять нет шесть нифига 777 ну сейчас уже устарел 3 самая крышка красивая отделка можно на сайте можно можно купить машину от карьеру обычно да и собрать в такую просто и по вен-коду чисто закажем диски закажем ковку салончик перешь ем брат устраивает спойлер закажем полер фотки просто сотки сразу сторон окей просто отсканирует да и все а по факту это карьеры ну да да по факту это маркетингу просто чуть-чуть поменяли все лимитка так вот эту фотку сша реально и просто греблику сделать вообще ничего нет вы никто не вернулись и будут шоке просто кипал майки за и кстати на потолок видишь варьирование чисто да как на волге или москвича на старый прикольно ну да наверное можно и хотя бы зале могут хотя бы бэх в этом салоне зале мы дадут и не я не знаю сколько она стоит я про нее слышал вот это кстати крутая с мотором сзади вот такая ездит по городу часто на сходке приезжает ну gt2 rs мимо до проходим gt3 rs yuki tsunoda но это гонщик японский форму лазит это же это аккурой nsx но ну как новая не ну конечно фантом покатаешь на кулина не здесь меня в прокате о кстати а что есть у вас из rolls-royce все что реально не пока еще как кулина будет я бы покатался не кулина сейчас смотреть но это не в этот выпуск в эту серию а вот ступор прокатка а вот да который на канале да да а это раньше а я вот не знаю запутался мне кажется он еще не вышел он же после 28 апреля да но если он еще не вышел то вышла если он не вышел то подождите скоро выйдет ладно пойдемте в подполье нам можно туда вот это интересно что там за подполье это вот и а и и и и и и и и и Скажи, что обычный SLS, не Black Series, смотрится, как будто 320-я без М-пакета. Слушай, это без М-пакета. Или без М-пакета. Чисто круглая такая. А это спортивная или что? Смотри на позициях. Это на такси, наверное. Ой-ой-ой, братца. Так, ну я уже шарю потихоньку. Эва, диски. Рестайлинг. Стал уже разбираться, да? Рестайлинг. Это переодетый или просто? Ну, я думаю, что все-таки здесь должен быть в оригинале. Но диски не одни. What year? One second. Опять. Все машины на двух миллионов. Да-да-да, ее не записывали. Нет, вообще она молодец, столько информации, прикинь, знает. Да, я вижу сразу, смотри, что здесь. Так, подожди. Это limited. Limited. So you can see this letter here. Yeah, I know, I know. But here you can see it better. А, вот это завод? Это limited. На них вот эти три. А, да-да-да-да. Какие-то ромбики нарисованы. Ну, просто лимит в чем отличался? Эво диски, получается, 17 вместо ромашек. И, соответственно, салон отделан был либо в серый цвет, либо в зеленый, либо в красный, либо еще, по-моему, в синий. Были такие варианты. Вот, ну, здесь руль, кстати, стоит 210. Это не Eric. М-м-м. From Japan? Yeah. Ну, естественно. Japan. Ну, Japan, да. How much, спроси? How much this price? This one... 435 000. 45 000. Офигеть. А, сколько? 35 000? This one is not, you know, it's not an AMG, so this is not... No, this is not an AMG. Yeah, so it's just added there, so it's not... Yeah, of course. Слушай, реально толпозники просто переделали. Видишь, на крышку? Да-да-да-да. Значок AMG, причем надписи AMG нет. Да, просто. Да, начало. Ой. А что случилось? Ну, это, брат, 400 000. Ну, Japan, братан. Слушай, да 300, сдадите? Japan. 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 Japan, я думаю. Japan. Сейчас, 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 сейчас будет... А, это же не Japan. Давай. Operation Japan, you know? Operation Japan. What operation Japan? I'll show you. Operation Japan. А, нет, это же не Japan. Смотри. Операция Japan провалилась. А вот ты же здесь открой. Операция Japan чуть не провалилась, понимаешь? Слушай, все-таки могут, да, они выглядят не ржавыми? Ну, за 400 000, да. Ну. За 400 000 можно и помыть, как говорится. С сухим ледом. А, сухой лед уберет ржавчину? Итак. Смотрим. Е500, 94-й год. Ну, конечно, видишь, конец 24-го. А, лимитка была 95-го, да? Да. Это limited. А, limited. Ход 958. Limited. То есть, это реально limited. Чисто, прикинь, вот так сел в прокат, взял на день, поехал круизить на V8. По-моему, порядочно. Для некоторое время, чтобы обрабатывать. Так, дай-ка объясню, что мы приемлемо. А посмотри. А вот это важный вопрос. А люк, будем открывать люк? А, тут пробег 35. Да. 55. Смотри, красиво поставили 55, 0,77. Ну да, да, да. Приборка, естественно, тоже не оригинал. Ну, ты понимаешь, да, это типа, а МГ как бы... Ну да, МГ не было в те времена. А, то есть и вот это все диклина? О-о-о. Естественно. Понятно. А, ну и руль, соответственно, тоже, да? Руль синий, что ли? Ну, блин, с разборками. Понятно. Не, подожди, весь салон как будто чуть синеват, нет? Ну, это просто, ну, в такую сниму кожа дает. Ммм. Ммм. Блин, какой ужас, посмотри. Чё там? Ну, просто порог на пороге. А, ну да, стиль-то. Джапэн. Ну, Джапан, ёло. Джапан. И вот это вот тоже не оригинал. Афальтербах, Джормани. Это вот, типа, чисто японская вот эта тема. Ну, дверь частично окрашена. Угу. Пипец у нас команда, пацаны. Перекупал, да? Ха-ха-ха. Я, смотри, на колки. О, а его, кстати, нету. Давай повешу. Давай. Ха-ха-ха-ха. Я как раз искал. Хорошо, что хоть так вниз. Не, ну, конечно, за 400 тысяч если бы не было шильдика. Держи. Слушай, ну, почему не 500, например, можно было бы оригинально. Причём, кстати, смотри, от 213-го кузова. Реально? Да, ну то есть номер запчасти здесь может быть 124. А он такой же, по сути. Я думаю, что такой же, наверное. Но, типа, не оригинал. Ну да. Ну, не тех времён. Ну, Джапан. Ну, Джапан. Вот здесь заявлен пробег 55 тысяч километров. Но он, естественно, не 55. Но машина лимитал, то винномер. Но, как бы, она японская, сто процентов. Вот, из того, что я вижу, это японская машина. Причём, она неплохая. Но не за 420 тысяч, сколько они просят. Ну, да. Я бы за неё вот... Я бы за неё 1300 бы дал. Ну да, 250 даже. Ну, есть ещё окраска, да. Причём, она такая, видишь, по хрому. Такая уходная. Да, да, ровная, плюс-минус. Сейчас едем смотреть на сегодня крайний вариант. Мурада машина стоит, нашему товарищу. Изучим её, сравним. Ну, у нас теперь, знаешь, уже какая-то такая подборка. Прям есть. Кажется, вместо на рынке стали разбираться, да? Ну да. Уже летаю. Эва, диски туда-сюда. Там, это, Джепэ. Джепан, да. Джепан. Тут всё Джепан. А то, что мы едем сейчас смотреть, тоже Джепан? Слушай, а там, говорят, Саудовская Аравия история. Ничего себе. Местная тачка? Yes. Но она тоже, правда, из Японии. Когда-то. Короче, у меня такое ощущение, что все мерседесы старые они когда-то попадают в Японию. Некоторые надолго, некоторые навсегда, но некоторые возвращаются. Кто-то попадает в раю, а кто-то в Японию. Похоже, вот этот, да? А, там ещё висит. И там ещё внутри. Слушай, а это тут фильм такси, что ли, снимать? Да, да, да. Вечером они красные выведут, что ли? Походу. Наоборот, они красные заедут. А, да, да. Слушай, он нормально выглядит. Ну, он выглядит, кстати, примерно так же, как все остальные. Ну, как будто бы просто не накрашены у него губы. Ну, да. Сейчас поправилось? Приложить надо. Ну, да. Поправилось. Сколько пробег? 8,6? Слушай, ну, заявлено, 8,6. Ну, посмотри, кстати, по состоянию, салон, да? Мы сегодня сколько машин смотрели? Да. Ну, вот состояние примерно плюс-минус у всех одинаковое. Ну, да. Привет. Что у вас сегодня так много волосков? Волчий день? Да. Да. Короче, вот это очень редкая история, когда машина индекс имеет еще 500Е. Дорестальный. Но по винномеру она имеет такой обновленный модельный год и обновленный внешний вид. То есть она как бы такая переходная модель. А, просто. Видишь, японец. Ну, это чисто кровный японец. Вижу. Эй, ой! Теперь в Тубае толкает. Ребята, вы что из России толкаете, что ли? Из Махачкалы. Какая цена у этой машины? Ой, это надо разговаривать. Давай, ждем, продолжимся. Джепен или не Джепен? Нет, тут-то Джепен, но насколько как бы... Насколько Джепен? Ближе к четвертому часу. Смотри, здесь есть... Сиди чейнджер, маддафака. Базар, нет. Базар, вокзал. Ростелек, кстати. А он работает? Или не знаешь? Ммм? Там Мамфон уже не разносит. Ну, неплохо. Это, кстати, в нашем рейтинге Джепан... Середнячок. Ну, это второе место как бы сначала так. Секундочку. Так. Еще было только за сильно дорого. И... Слушай, ну здесь вообще тоже неплохо. Да. Здесь вообще неплохо. Неплохое начало, я бы сказал. Ну... Не, по ЛКП понятно, вопросов масса как бы. Ну, в смысле, не то, что масса. Проверка. Ну, тут память, получается, люк есть. Ну, давай, что. Брат, ты как свой? Да. Мы тебя предупреждаем. Мы просто открываем везде люки, а потом уезжаем. Просто есть определенный план проверки волчка. Да. Ага. Задняя... Ниша запаски. По запчасти. Люк. Толщиномер. Здесь даже что-то думает все это. Или ты не хочешь продавать? Не знаю. Черт. Ну, стопа. Не, вот. Своя короба такая. Ладно. Ну, давай, что, пойдешь, давай кузнур банка. Давай. И... На связи. Корвет кто-то выкинул. Ноу Барки. Написано же, Ноу Барки. Так, шоу фриков. Поехали. Вот этот роллс-ройс, да? Так, смотрим роллс-ройс. Я, 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 такого количества роллс-ройсов, как сегодня, вот эти вот Сильверспур, я просто в жизни не видел никогда. Подожди, это завод или что это? Ну, конечно, завод. Дубайский национальный завод. Может, это... Пикапов роллс-ройсов. Слышал про такой? Катафалка? Катафалка. Беже вот это. Чисто для этих верблюдок. Какая была. Слышно, ну, это, знаешь, такой, типа, ответ ижу, короче, российском каблуку. 2126, это ОДА бывали. Слушай, ну, хоть кто-то дал ему вторую жизнь. Пишками. Вот такую, на, в прокат. Странно, что она, кстати, не пикап. Я думал, что после спора будет пикап. Да, в прокат такую можно? Ну, опять же, если она на ножной руке будет, это не будет не так. Не, почему может на автомате? Это же 34-ка, на которой я катаюсь на автомате. На автомате можно? Да, да. Ну, значит, можно обстановить. Ну, что? Вот этот насыщенный день подошел к концу. Да, мы что-то сегодня какое-то нереальное количество места переобъехать. Вообще жесть. Пойдем, расскажем. Выводы. Пойдем. Выводы. Что будем делать дальше? Мы сегодня какой-то блокбастер снимали. Да, мы очень много сняли. Очень много всего происходило. Ну-ка, давай выводы подводить. Давай. Ребята, смотрите, теперь я оператор. Надо снимать сверху. Да? Да. Потому что мы высокие? Ну, другие причины есть. Короче, ребят, давайте подводить итог. Мы сегодня посмотрели много машин, даже больше, чем хотели. Я вообще не думал, что столько в Дубае есть волчков. Я тоже с этим не думаю. Вот, но... Но нам нужно выбрать одну машину по-любому. Либо волчок, либо какую-то другую. Я думаю, что у нас есть там пара вариантов, таких хороших, подходящих. Мы еще не все посмотрели. Надо еще съездить, короче, в шарфы посмотреть. В Абу-Даби еще. В Абу-Даби. В общем, всем этим займется теперь кто? Здорово. Значит, я полетел в Москву отдыхать. Все, я устал, честно говоря. Да. Вот. А, Виталик, пожалуйста. Да, историю с волчком? Нет, конечно. Сниму. Сниму-ка. Я за сегодня пипец подрос. Так что на кепку не смотрите. Ха-ха. Ладно. Дорогие друзья, ну что? Надеюсь, в настоящий день вам понравился. Спасибо, что до этого момента посмотрели. Мы с вами и для вас что-нибудь еще интересное по-любому с ними, поэтому подписываемся, ставим лайки и до скорой встречи на канале. И следующий ролик обязательно, чтобы уже были результаты. Окей. Иначе люди отпишутся. С чем-то определимся. Все. Я думаю, на Валочке точно не остановимся. Что-то пацан еще найдет. Будем еще прождать. Вот эти кули-наны, урусы, гелики. Вот все, что здесь. Хорошо. Все. На связи, да? Да. Давай, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok